Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослужители. Поздравляем вас с прошедшим праздником Рождества. И сегодня у нас не четверг, а пятница, но все равно программа «Подоплёка» выходит в эфир. И мы продолжаем расследование ситуации с Венсполским свободным портом, который попал под санкции и выскочил из-под санкции необычайно быстро. А в прошлый раз мы говорили о том, что версия о том, что порт специально отжимают для того, чтобы устроить его подвоенные нужды, она в принципе не выдерживает критики. Наш эксперт Юрий Милконов разъяснил, что для военных нужд лучше всего подходит Лепайский порт. И, наверное, так оно и есть. И мы затронули тему о том, в чём же всё-таки подоплёка истории с санкциями, с обвинениями в адрес мэра города Айвара Лемберга. И прозвучала фамилия Рудольфа Мирони, я не знаю, меня поправят, наверное, который является, ну, где-то бенефициаром, возможно, этой истории. У нас в студии сегодня бывший член правления Венсполского свободного порта Александр Васильев. Добрый день. Добрый день. И доктор экономики, журналист Ольга Андреевна Павук. Здравствуйте. Мы приглашаем вас тоже задавать свои вопросы, высказывать свои версии по поводу этих событий по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. А сейчас я зачитаю небольшой фрагмент из книги Яниса Зелмуниса, это притяжный адвокат, который написал, такую документальную историю, можно так сказать, даже триллер, «Маятник богатства или приватизация Венсполснафта и мифы об офшорной паутине Зелмуниса». Ну, он говорит, что офшорную паутину на самом деле создал не Зелмунис, а вот как раз Рудольф Мирони. И появление его на авансцене описано было на суде по делу против Айвара Лемберга. И это сделал Валентин Коколес, юрист и тоже один из видных деятелей венсполской промышленной группировки. «Мы поехали в Цюрих. Был я, Лемберг, Скокс, если не ошибаюсь, Блажевич, Шевцов тоже мог быть и Анси Сормулис. В гостиничном барчике возле стойки регистрации пили виски Шевас Рыгаль. И тут родилась идея о том, что нужно нанять своего адвоката. До этого всеми юридическими вопросами нефтетранзитного бизнеса занимался юрист СВХ Гвида Штудерс, но затем у Айвара Лемберга возник конфликт с СВХ и понадобился другой юрист. И тогда родилась мысль, зачем нам нужен адвокат Голбиса? Нужно сходить на стойку регистрации в гостиницу и спросить, где ближайшее адвокатское бюро. Сходим туда, наймем адвоката. Анси Сормулис сходил на стойку регистрации, спросил, где ближайшее адвокатское бюро, и сотрудник отеля взял зонтики, поскольку шел дождь, отвел за угол к одному человеку, это был Мирони. Так мы и познакомились, высказали свое пожелание. Такие показания дал в суде Коколес. По словам Коколеса, вначале Мирони представлял интересы всех предпринимателей нефтяного блока Венсплса, затем будто бы в большей степени интересы Лемберга, поскольку из-за языкового барьера с Мирони больше общались люди Лемберга. На суде Коколес предположил, что сейчас Рудольф Мирони сам стал реальным хозяином Венсплсского транзитного бизнеса. В итоге получилось так, что всеми офшорными схемами и денежными потоками управлял Рудольф Мирони. Я думаю, и до сих пор управляет, поскольку сейчас у него плохие отношения с Лембергом, то сейчас Мирони и его не слушается. Он сейчас никого не слушается, ни Айвара, ни так называемых оппонентов, ни их представителей. Такой вывод сделал Коколес в зале суда в 2009 году. Вот прошло 10 лет, а история продолжает развиваться и обрастать какими-то подробностями. Вот Ольга Андреевна взяла себе за труд изучить вот эти самые подробности. И что вы выяснили, Ольга Андреевна? Ну, я могу сказать, что выяснила. Возможно, я не очень много, потому что история очень запутанная. На протяжении последних, ну, наверное, 10 лет, а может быть, немножко больше, мы наблюдаем отчаянную, вообще ожесточенную такую борьбу, войну между Лембергом и Мирони, которые поначалу были как бы соратниками, возможно, даже... Нет, вообще Мироник работал на Лемберге, он был нанятым юристом. Да. Вообще никаким не собственником. Ну, очевидно, можно предположить, что Мирония, когда вошел в эту вот систему транзитного бизнеса, почувствовал, что он может самостоятельно что-то сделать, что-то получить. У него появились сторонники из отряда Лембергса, то есть тот же Олег Степанов, который когда-то был другом, возможно, был другом Айвара, а потом стал тоже, в общем-то, его неприятелем. Еще раз скажу, что в свое время я, как издатель и редактор своего журнала, отказалась печатать материалы, связанные с их распрями, поскольку они были настолько непонятными, настолько острыми и разноречивыми, что, ну, разбираться нужно было очень-очень-очень. Информация поступала либо со стороны Лембергса, либо со стороны Мирони. Ну, то есть это была война компромата какая-то? Это была война компроматов, да. Это была война компроматов, в которой мы не участвовали. Но за это время Мирони настолько действительно получил силу и много власти, что он… Ну, ему же во время суда, мне кажется, передали просто управление этими активами, ну… Ну, это было решение Латвийской прокуратуры. Это вы о чем говорите? А как он приобрел власть? Как он стал изнанятого адвоката, владельцем, ну, и как бы фактическим, ну, бенефициаром каких-то бизнесов? Александр, какое мнение было? Нет, там, ну, то, чего сказали вы, то, чего вы процитировали? Да. Это уже как бы легенды, которые рождаются. И часто мужчины очень любят рассказывать о том, как они сидели где-то за рюмочкой виски, попивали, и приняли совершенно судьбоносное решение вот таким образом, как-то случайно. Где-то у вас тут за углом адвоката есть? А, да, есть, пожалуйста, взяли зонтики. Но то, о чем вы все сказали, когда он стал фактическим распорядителем, вот это тот момент, когда в деле Лэнбергса, уже когда серьезно разбирались его конкретные коррупционные схемы, латвийская прокуратура приняла решение, значит, назначить его распорядителем фактической собственности Айвера Лэнбергса. И вот тогда он вступил в права фактических распорядителей, не собственника, а распорядителя, и стал, ну, вести, по крайней мере, то, о чем говорят многие журналисты. Временным администратором стал, типа. Ну, это не то, что у нас привыкли администраторы неплатежеспособности, которые тоже очень быстро как-то поднимаются, никому неизвестные юристы, адвокаты, которые становятся очень серьезными владельцами серьезной собственности. И фактически, вместо того, чтобы заниматься распоряжением этой разветвленной, ну, ту, которую латвийские судебные власти смогли определить собственности Айвера Лэнберга, он стал довольно делать рискованные операции благодаря своему вот этому праву. И многие сейчас журналисты-расследователи, они говорят о том, что многие решения по его уже покупкам и в том числе на территории Латвии, они были, по крайней мере, ну, если не незаконны, то, по крайней мере, вызывали большие сомнения в их законности. И вот это именно решение, наверное, тот момент, когда Мироне стал играть весьма существенную роль, распоряжаясь довольно большой формой собственности Айвера Лэнберга. А ты можешь напомнить, почему именно его фигуру выбрали в качестве распорядителя? Ну что, других юристов не нашлось? И почему иностранный юрист это делал, а не местный, допустим, какой-то присяжный адвокат или администратор? Ну, здесь трудно сказать, почему генеральная прокуратура приняла такое решение. Возможно, тогда сыграла та роль, о которой мы начали говорить с вами, о том, что он уже получил свой статус человека, который уже распоряжался собственностью в Венсполсе, был как бы в теме, и ему могли дать рекомендации и одна, и другая сторона в этом конфликте. Но потом, не секрет, что мы иногда идеализируем западных юристов, адвокатов, вообще бизнесменов. И мы считаем, ну если он из Швейцарии, то уж, конечно, он будет абсолютно независимым и абсолютно беспристрастным в принятии решений. Но здесь, как говорится, на старуху нашлась проруха. То есть, распоряжаясь имуществом чужим, он просто стал, ну, грубо говоря, его присваивать? Ну, здесь я не обладаю доказательной базой, но судя по тому, что печатается на том же портале Пьеты.ком, известный от Лапса, ну, появляется, и то, что появляется в передачах телевизионного расследования, ну, по их утверждениям, они утверждают, что действительно, те купленные самолеты, вертолеты, вся собственность, в том числе и за рубежом, но она, по крайней мере, ну, ни в какие ворота не лезет с рачительным администрированием собственности, которая ему поручена в управлении. Ну, то есть, по гражданскому закону Латвии он обязан относиться к этому имуществу как к своему и действовать как рачительный хозяин? Скорее всего, так. Ну, здесь я говорю, что мы вступаем на очень зыбкую почву наших юридических законов, которые часто трактуются очень противоречиво. Я бы добавила еще, что получилось так, что, ну, мы давно знаем, что есть такая у нас газета «Нет Карри Горида Авеза». Все знают, что эту газету контролируют венсплские предприятия и мэр города. Ну, все знают, что НРА – это Лэмбергс. И гораздо меньше людей знают, что другая латышская газета, это «Латвия Авеза», уже достаточно длительное время принадлежит группировке, связанной с Миронией. Ах, вот как! Так он у нас тоже, получается, олигарх? Да, и получается, что на самом деле это вот борьба, в моем понимании опять же, что это борьба двух олигархов, что это борьба Лэмберса и Мирони, которая продолжается много лет, продолжаются всевозможные суды и споры между ними за имущество, и, как я уже назвала в своей колонке, что борьба за власть – это борьба за ресурсы. Нам пытаются все время сказать, что это борьба с коррупционерами. Я считаю, что это совсем не так, потому что мы видим, что даже то, что мы знаем, а знаем мы не очень все-таки много, да, ну, то, что есть в прессе, я могу озвучивать только это. Что в структурах Мирони, например, работала жена теперешнего министра транспорта, который сегодня занимается вопросами перераспределения власти, в общем-то, да, что тот же Крестовский, который депутат Венспольской думы от оппозиции, назначен зам управляющего в новой структуре в Венспольспорт. То есть, в моем понимании, это борьба между Лэмбергсом и Мирони. И мне очень интересной показалась сегодняшняя позиция Юриса Пайдерса. Нашего публициста. Нашего публициста, но опять же в газетиной от Кориторита Авиза. Поэтому насколько он самостоятельен в своей версии, трудно сказать. Но позиция интересная, поскольку у нас организовали, очень быстро создали новое предприятие, которое поддерживается стороной Мирони. Он предлагает оставить прежнее, с прежними правами, новое, чтобы было два предприятия в Венспольском порту, которые управляют портовым хозяйством. Ну, на какой-то период, чтобы там создалось вот это самое двоевластие, и они продолжали конкуренцию между собой. Понятно, что это, ну, такое… Ну, это полный абсурд для нас. Предложение абсурдное, конечно, да. И еще раз говорю, оно исходит все-таки тоже от НРА. Независимой экспертизы в Латвии по этому вопросу я практически не вижу. Я вижу, что есть люди, которые поддерживают сторону Лемберса, есть, которые, вот, как выяснилось, в сторону Мирони. Вначале, буквально две недели назад, когда санкции были обнародованы, имя Мирони вообще не звучало. Оно не звучало. Но оно вот подразумевалось… А как вскрылся этот секрет Полишинели, когда была названа фигура Крестовскиса, и все поняли, что человек Мирони двигается власть? Есть такой человек Гобзумс. Да. Наш депутат Сейма. Аудес Гобзумс, да. Аудес Гобзумс, да. Вот он регулярно рассказывает вот все эти истории, вытаскивает эти имена, выступает в Сейме, в соцсетях это все время транслируется. И вот мы от него практически узнаем много интересного в этой истории. Не было бы Гобзумса, наверное, так бы мы и думали, что Америка борется с коррупцией и хочет убрать Лембергса, потому что он коррупционер. Докажите. Я не за Лембергса, не против него. Но множество судов не может доказать его коррупционную составляющую. Суды плохие тогда у нас получаются. Ну, наверное, может быть, от того, что у нас… Бескомпромиссная законность сейчас… Ну, а я так понимаю, что власть не может справиться с судами. То есть первая власть не может справиться… Какая у нас там суды? Вторая. Вторая. Со второй властью. И тогда они как бы со стороны попросили помочь нашим американским… Нет, она, наверное, третья. Первая – это законодательная, вторая – исполнительная, третья – судебная. Третья – судебная, а четвертая – мы журналисты. А журналисты, вот получается, они как бы поддерживают две стороны конфликта и борются тоже между собой. Газеты между собой, Лембергс, Мироне. А вот санкции, которые были приняты, тут же отменили очень быстро, потому что, очевидно, поняли, что что-то не то сделали, что что-то не то не получается. А может, просто они добились своего результата? Лемберг ушел, с армориза сняли. Но мы не знаем еще чем-то, что дальше будет. Мы не знаем. По-моему, это только начало истории, а не ее конец. Да, а тем не менее, на фоне этой всей истории начали распространяться нехорошие сведения о том, что в Энспирский порт не надо заходить кораблям, а это фактически рушит весь бизнес. Если в Энспирский порт перестанет работать, то, соответственно, бороться за ресурсы будет бессмысленно. Ну, быстренько пошла и другая информация, что в порту все в порядке, хотя для инвесторов, для любого инвестора, для любого иностранного инвестора, любая смута – это знак, что надо быть осторожным, а может быть, обойти стороной. Это общее правило. Инвесторы работают в странах, где с правительствами и с законодательной властью все в порядке, иностранные инвесторы туда идут в большую. И точно так же можно говорить и про порт. Конечно, будут осторожничать, тем более, что есть альтернативы, как правило, для грузов. Есть Клапида, который, как уже кто-то сказал, что аплодировали стоя информацию о санкциях. Клапида выросла на 6,7% только за первое полугодие, и я думаю, сейчас рост будет еще более значительным. Кстати, это чуть ли не единственный порт, за исключением российских портов, который отмечает очень быстрый рост. И они действительно аплодируют. Я думаю, что по результатам года… Это вы про Клапиду. Я про Клапиду говорю. Да, конечно, конечно. И самое печальное было, что в этом году именно Венспилский порт очень хорошо рос, и он рост на 16%. И он стал догонять Ригу. А теперь будет сильный очень удар, и я думаю, что если говорить уже о инвесторах, то Венспилский порт находится в очень тяжелой ситуации по целому ряду моментов. И вряд ли они сейчас быстро найдут инвестора, я имею в виду перспективного инвестора, не просто который захочет какую-то провернуть спекулятивную операцию. Во-первых, поток грузов, а в основном это грузы в сторону России, он падает по вполне объективным причинам перевода россиян в свои порты. Второй момент, то, о чем моя коллега только что сказала, это нанесен большой репутационный ущерб. Следующий момент, если сейчас нынешний глава уже национализированного предприятия будет менять команду на людей, не связанных с этим портом, не связанных с профессионалами, то это будет еще большим ударом. И плюс к этому, вот это напряженное отношение к самоуправлению. Раньше была идеальная формула, когда никому не принадлежала контрольная акция 50 на 50 было и у государства, и у самоуправления. А если порт… То есть это была более демократичная система? Нет, потому что порт не может существовать сам по себе. А когда он сотрудничал впрямую с самоуправлением, когда многие вопросы, которые должны решаться вместе по обеспечениям коммуникации, по обеспечениям водой, электричеством, теплом, вот они решались с местным самоуправлением гораздо проще. Но ни один инвестор не будет входить в предприятие, когда он находится в очень противоречивых отношениях с местной властью. Хорошо, мы сейчас сделаем маленький перерыв на рекламу. Не переключайтесь и ждем ваших звонков по телефону 672-12-93-9. Обсуждаем сегодня в Энспилский порт и что стоит за санкциями. Микс Ньюс Продолжаем обсуждать судьбы в Энспилского порта. И только что до перерыва бывший член правления этого порта Александр Васильев сказал, что схема, при которой 50% в правлении принадлежало правительству… От каждой стороны по 4 члена правления. Да, да, да. А 50% в самоуправлении она была эффективной. Но мы видим другие примеры. Мы знаем государственные порты, такой же, как Клайпецкий. То есть, по сути говоря, форма собственности и распределение этих долей собственности, может быть, не является таким ключевым моментом. Или вы, Александр, считаете, что всё-таки в случае с латвийскими портами это было каким-то, ну я не знаю, таким хорошим принципом? Видите, в чём дело? Наверное, существует всё-таки большая разница между предприятием, частным предприятием, где принадлежит 50 на 50. Я здесь согласен с моей коллегой, что это неэффективно. Когда два хозяина… Ну, конфликта опасно. Уже в априори внутри этого содержится конфликт. Но в данном случае идёт разговор о людях, которые фактически, они уполномочены и от государства, и от самоуправления. И когда государство и самоуправление, каждый сам по себе заинтересован в развитии этого порта, наверное, эта система работала, по крайней мере, те пять лет, когда я был членом управления, она работала достаточно эффективно. Ну вот сейчас мы слышим, что… А когда это было, Александр? Когда закончилась ваша работа там? Ну, она закончилась несколько лет тому назад, да. Ну вот, в том-то и дело. Нет, я хотела другой вопрос задать. Вот сейчас, когда обсуждалось назначение новых уполномоченных правления одного и другого порта, многие министры, ну в частности Пуце, он откровенно говорил, я делегирую туда человека, которому я доверяю. Он ничего не говорил о профессиональных качествах этого человека, ничего не говорил о том, чтобы, ну как бы, оценивалось как-то в конкурсном порядке эта кандидатура и так далее. То есть личная преданность – это главный фактор назначения человека на должность. А это главный фактор в назначении любого официального лица в нашем государстве, к сожалению. И вы можете, назовите мне пример другой, да, на какое у нас крупное государственное предприятие или предприятие самоуправления назначаются люди, которые являются профессионалами в данном случае. Нет, говорят, политики, которые делают это назначение. Мы даем вот это право распоряжаться нашим доверенным лицам, а уж как они построят свои отношения с профессионалами в практической как бы институции самоуправления вот этим предприятиям, это уже ваше дело. Ну слушайте, вот значит, получается, что поливали тут помоями Нила Ушакова за то, что у него были там на должности консультантов взяты какие-то люди в предприятия самоуправления. Однако, когда мы обращаемся к личности нового руководителя, так сказать, предприятия Вентососта, господина Крестовскиса, выясняется, что и он числился на каких-то должностях, Ольга Андреевна. Так, Людей, дело в том, что да, это действительно принцип в нашей стране, но я не считаю, что обязательно должен быть профессионал, может быть, даже в деятельности порта, но это должен быть хороший, несомненно, хороший менеджер. У нас же выбирают чисто по политическим мотивам, то есть людей, которых вставляют в какие-то органы управления, в том числе и портов, и не только портов. Но Крестовскис, он кормился где-то при порте? Ну, конечно, он тоже, он консультировал одно из предприятий Мирония, об этом много написано достаточно, да, у него была своя структура, там вот ГВК-консалтинг. Он получал за консультацией Вентбункерса, получал достаточно хорошие вознаграждения, и цифры приводятся, и все. То есть, ну, он же тоже не менеджер, он тоже политик, он депутат, мы знаем. То есть, это форма фактически тоже… Крестовски слышали его, да. Но это совсем другая история. Это политиков выдвигают разного рода. Это может быть, извините, политик от согласия, и политик от единства. Это нет в этом плане абсолютно одинаковый подход. Люся, существует вечный принцип «йон йоцит йоли, нон йоцит боли». Есть хорошая коррупция, есть плохая коррупция. В нашем понимании нашего государства. То есть, у Ленчика плохая коррупция, а у Мирония хорошая? Ну, выходит, что так. У Шакова плохая коррупция, а в других предприятиях, которые подчинены нашим министерствам, там хорошая коррупция. Вот, берете в кавычки, не берете в кавычки эти слова, как хотите. Но существуют те люди, которые находятся в числе правящих политиков, правящих партий, они хорошие. И я до сих пор уверен, и мы об этом неделю назад говорили, что главный принцип перехода именно Венспилского порта, а не Лепойского, именно Реческого, а не Саласгривы, под управлением государством, в том, что выбить эти два важных крупных предприятия из рук оппозиционеров, это зеленый крестьян, и согласие в Риге. Вот это главное, не дать возможности им получить хотя бы номинальную, хотя бы моральную поддержку. И этим комплектуются вот как бы все эти решения. И не зря у нас получилось, 9 декабря, если я не ошибаюсь, были объявлены санкции казначейства, а уже через два дня были поданы готовые документы в законопроект, уже тут же были поданы документы на оформление государственного предприятия, тут же уже были готовы уже люди, которые займут конкретные посты и так далее. Это была запланированная акция. Может быть, они по педагогам, по полицейским, по медикам не выполнили, но вот что касается борьбы с оппозицией, здесь они шли полномерно, готовили у нас за океаном почву для этого. И когда была уже, тут уже явная договоренность, о чем проговорились политики из новых консерваторов, когда они добились конкретного решения, а может быть, не только они, а и готовили наши внешнеполитические ведомства, значит, а новые консерваторы только приписали себе в актив борьбу вроде как с коррупционерами в столице и венспилсе, то тогда уже все было готово, и тут же сразу валом это все пошло в законодательную сферу. Такого не бывает вот таких вот спонтанно. И после этого, когда еще через три дня после этого эти санкции были сняты насчет именно порта, ну это было ясно, это была договорня, как говорится. Ольга Андреевна. Крупного дела, доведенного до конца. Мне кажется, что и война Лембергса, вернемся к Мироне, сводится к недостижению конечного результата. Ну она вообще, по-моему, не о коррупции, а просто вот о ресурсах, о том, кто... Перераспределение власти в своих интересах. То есть, если мы говорим о том, что и так Лемберга позиционируют в общественном пространстве как олигарха, да, а что такое олигархия? Это значит смычка капитала с политикумом? С властью, он сам власть и есть, на самом деле, только городская. Ну он избранная власть, по крайней мере, да, ну как бы Венспилс на каждых муниципальных выборах демонстрирует свою лояльность и приверженность этому человеку. Это же не... он же не с пистолетом возле каждого... Ну, по крайней мере, 70% голосуют за него. Так же, как Латвия голосует за коалицию. Ну вот, а если говорить о товарище господине Мироне, то за него не голосует никто. Но у него теперь появилась политическая сила. Он, видимо, решил, что он не может добиться результатов эффективно с помощью, так сказать, судебных, а каких-то других инструментов. И он, ну, взялся за политическую... Да, но я говорю немножко о другом. Я говорю о чем? О том, что если лозунг борьба с коррупцией, в общем-то, произнесен, а его произнесли... Но его мусолят уже давно. То должны быть дела. Я хорошо помню историю в Германии, когда прокурор смог, правда, это тоже понадобилось не один год, смог довести до конца дело о коррупции в одном из самоуправлений, не помню сейчас какого, ну, большого какого-то немецкого города. Уволено было все самоуправление. Часть подверглись уголовной ответственности, часть административной. То есть это была борьба с коррупцией. Вот такого у нас нет, и не знаю, будет ли. Хотя мы везде слышим, конечно, и слышим очень много о том, что вот новое управление порта и все остальное – это как раз вопрос, связанный с борьбой с коррупцией, с которой не могут справиться наши суды. Но невозможно изменением только управляющих справиться, в общем-то, с этим вопросом. Наверное, коррупция есть. Наверное. Я не знаю, есть или нет судов. Ну, здесь бы, Андрей, я бы не сапонировал, но сказал о другом моменте. Да, вы упомянули о том, что фактически становятся во главе новой администрации не профессионалы, а те же политические назначенцы, только как бы с другой стороны. И меня беспокоит другой момент. Вот неделю назад прозвучало в интервью с нашим президентом Эггелом Левицем, который, говоря по этому вопросу, сказал, что у нас мы не демонстрировали политическую волю к изменениям ситуации. И потребовалось вмешательство за океаном, чтобы мы, наконец-таки, расправились с коррупцией в Венспилсе и в Риге. И выходит, что он говорил не о совершенствовании, о чем говорила Ольга Андреевна, значит, судебная система, чтобы сделать ее эффективным и на уровне следствия, и на уровне судебного расследования, а говорил о политической воле. Это получается, опять же, у нас должны быть, наверное, при судах, наверное, не суды, наверное, а трибуналы должны быть, и должны быть политические комиссары, которые будут руководствоваться не действующим законом, а политической целесообразностью. Так куда мы тогда сейчас возвращаемся, и куда идет наша страна? Вот о чем вопрос, наверное. Ну, Александр, вот сколько, пять лет вы проработали у этого правления порта? Да, пять лет. Как это было? Как заносили чемоданы денег? Вот вам лично предлагали взятки? Вот как коррупция расцветала при Лемберге? Ну, при Лемберге. Я как человек, представляющий Министерство сообщений, да, я, возможно… Делегированный министром Шлессерсом. Министром Шлессерсом, да. Ситуация была такая, что… Вот многие люди сейчас не понимают вот эту роль человека, который представляет министерство или представляет самоуправление в том же… Неважно, в Венспилском порту, в Рижском или в другом государственном предприятии. На каждое заседание приходилось готовить… За неделю, по крайней мере, приходила папка, в которой было минимум тысячи страниц. Там было 60-80 отдельных дел и финансовые отчеты, конкурсы, значит, рассмотрение дел об аренде помещений, о аренде земли, о возможном перспективном строительстве и так далее, и так далее. Там куча было дел, и каждый надо было готовить. Ну, то есть, если относиться к работе своей совестливо, то читать хотя бы надо. Я просто видел, что мои коллеги, которые приезжали от других министерств, было видно по тому, как он скучает при этом рассмотрении, а рассмотрение ввелось несколько часов, беспрерывных вопросов, видно, что они даже не удосужились прочитать, не говоря о том, чтобы понять суть тех или иных дел. И я просто могу сказать о том, что было достаточно при рассмотрении конкретного дела управляющим порта начинать задавать конкретные, наводящие, как бы сказать, вопросы, когда тот же председатель правления, господин Лэмберс, говорил, стоп, в этом вопросе надо дополнительно проработать. Эти действительно существуют вопросы, которые, возможно, следуют при следующем правлении проработать и более тщательно. И были те вопросы, когда он говорил, в этом вопросе я не голосую. И было понятно, что при рассмотрении этого вопроса, возможно, появлялись те предприятия, которые были связаны с его именем или с его как бы совладелем. И в этом случае он воздерживался до голосования. Он вообще не участвовал в голосовании. То есть я хочу сказать о том, что и сейчас, даже когда полностью всё переняло государство, и оно будет назначать всех 8 человек, хотя я, в принципе, не понимаю, зачем теперь 8 человек, может быть достаточно только четверых, да, не плодить ещё дополнительных людей. На зарплатах. На зарплатах, да. Вот. Важно, чтобы хотя бы эти 4 или 8 человек хотя бы читали эти документы. В любом случае, это всё будет опять зависеть от команды, которая будет фактически управлять портом. И я не исключаю того, что если будущая команда Венспилс-Остый, или это будет сохраняться, свободный порт, будет, как всегда, пользоваться тем, что люди, которые уполномочены правительством, получены государством, не будут знакомы с этим документом, они будут продолжать управлять этими делами. Но если это команда не профессионалов, а ещё и команда исполнителей в числе назначенцев, ну, тогда я ни Венспилсу, ни Риге не завидую. Да, мы тут всё время говорим про Венспилса, на самом деле, вообще-то... В Среди ещё больше проблем будет? В Среди ещё больше проблем, и, возможно, вполне вероятно, да, что следующий такой натиск будет, вообще-то, на Рижский порт. Ну, давайте подождём... Правление там уже сменили. Подождём внеочередные выборы в Рижскую Думу, и здесь будет очень важно полностью отсечь, значит, одно из важнейших предприятий от участия в той или иной степени в политических баталиях приближающихся. Александр, а как Вы вообще расцениваете вот текущую такую политическую ситуацию? Получается, что в парламенте сегодня коалиция, ну, не имеет такого прочного большинства, чтобы, ну, проталкивать реально те законы, которые ей надо, и которые она хочет, ну, в частности, о внеочередных выборах в Рижскую Думу, там же, ну, как бы всё... 50-52 голоса, да? То есть, что у депутатов, избранных, ну, будем так говорить, от партии, в том числе спонсируемых, там, или как-то зависящих от Мирони, проснулась совесть или что-то иное происходит? Ну, вообще, говорят, если в политике, в бизнесе ведётся разговор, все разговоры только об одном – о деньгах, да? К сожалению, в данном случае вопрос идёт только о власти. Ну, и, естественно, о деньгах. Вот, поэтому я думаю, что... Почему вопрос о перенятии Рижского и Венсполского порта уже был включён в правящую коалицию, в программу правящей коалиции, потому что они прекрасно понимали, и особенно... Я думаю, что с точки зрения профессионального политиканства, наверное, единство является образцом и одном из тех, как бы, из толпов, представляющих нас иштеблишмент. И они прекрасно поняли, когда они проиграли выборы, но вот профессионализм, политиканство было такой – иметь маленькую фракцию, но получить своего премьера. И они разыграли всё, как по нотам. Они прекрасно понимали, что им повезло. Они всё-таки прошли власть. Но если они хотят хоть, по крайней мере, сохранить позиции и укрепить их, они должны добиться, чтобы не только на уровне власти, но и на уровне самоуправлений, таких ведущих самоуправлений, как столицы и крупные города, они должны по возможности вернуть себе вот эту базу, на котором будут их правящие коалиции чувствовать себя увереннее, чтобы не было никакого у латвийского избирателя, не было никакой политической альтернативы. И они каждый раз выходили и говорили – да, может быть, вы нас критикуете, но мы единственные опытные политики, которые дальше будут вести наш корабль Латвию в бурных водах мировой и нашей национальной политики. И поэтому ни зеленые крестьяне, которые могут представить большую скамейку запасных для участия в правительстве, ни тот же согласие, они должны выбить их из реальных претендентов на власть. И не дай бог, что после Риги все-таки возникнуты какие-то, с их точки зрения, не дай бог, внеочередные парламентские выборы. То, что они смогут удержаться в этом случае, ну, очень большая вероятность того, что этого не будет. Поэтому все сейчас будет направлено, чтобы реальные альтернативы, реальных конкурентов выбить из реальной политики. Спасибо за комментарии наших экспертов. Ольга Андреевна, что-то хотели еще пять минут сказать? Пять минуту. Ну, я вообще оптимист. Мне кажется, что если говорить о политике, может быть, надо задуматься вообще-то всем партиям, и коалиционным, и оппозиционным, ну, прекратить деление по национальному признаку. Нужно переформировать вообще партийные структуры каким-то образом. Я не знаю, как это сделать. Я вообще экономист, не политик. Ну, мне кажется, что в этом что-то есть. Нельзя все время бороться между латышскими партиями, партиями так называемыми русскими. Это неправильно. Ну, слушайте, Миронеж, Швейцарец, Лемберг, Латыш. Мы сейчас не говорим о национальности в паспорте. Мы говорим о том, что на самом деле есть. Русский город, он не русский город. Он город. Он город. И им управлять должна структура, которая, в общем-то, всех жителей поддерживает. Они по принципу русский и нерусский. Ну, то есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то, наверное, если у нас и есть коррупция в государстве, то это, прежде всего, коррупция совести и какого-то национального сознания. В том смысле, что настоящий патриот, он думает о будущем своей страны, а не о том, чтобы победить какого-то своего оппонента. Я считаю, что Черчилль говорил, отличается политику от политического деятеля. И здесь трудно не согласиться с Ольгой Андреевым и с товарищем Черчиллем о том, что пока у нас главным лозунгом при выборной кампании «Латыш не сдавайся» и «Русские идут» не будет, у нас никогда нормальной ситуации в политической и не только сфере у нас никогда порядка не будет. Ну, да, пожали друг другу руки. С пожеланием хорошего Нового года и более чистого неба на нашем политическом небосклоне сегодня к вам обращались Александр Васильев, бывший член правления военсполского порта и директор Балтийского форума, профессор, доктор экономики Ольга Андреевна Павок. А у микрофона была автор и ведущая Людмила Прибыльская. Всего хорошего. До встречи в Новом году. До свидания.